добрый день друзья меня зовут дмитрий туркин и сегодня я хочу вам рассказать про отель повар джонсон это хайнань это сам я бэй вот и первым делом я вам покажу где он находится и так вот у нас побережье вот остров хайнань здесь находится столица хайку здесь находится у нас санья это южная часть напоминаю вам про то что самые основные бухты для отдыха на хайнань это санья бэй вот я мышкой вам показываю вот она здесь находится международный аэропорт феникс куда вы прибываете самая распространенная самая движовая бухта этот бухта дадун хай бухта ялан бэй бухта хайтан бэй вот она бухте хайтан бэй у нас находится знаменитый отель атлантис со своим крутым аквапарком и наконец бухта чистой воды вот она и вот это остров обезьян сюда привозят туристов на остров обезьян здесь обезьяны живут в естественной среде обитания а а вот это вот рыбацкая деревня прямо на воде мы с вами вот так вот про и я проехался по всему побережью и сегодня мы с вами будем смотреть на отель ховард джонсон очень часто кстати на карта когда смотришь на google и так далее карты отображают неправильное размещение отелей ориентир ховард джонсона вот аэропорт а вот он сразу него идет одно основное здание и ряд вилл потом идет дорога подземный переход и сразу же пляж на пляже стоят вот таким вот образом лежаки отеля ховард джонсон бухта санья бэй напоминаю вам что в этой бухте у нас одно огромное длинное побережье вдоль побережья у нас с вами идет пляжная зона потом такой вот своего рода скверик потом дорога после этого начинается идти разного рода отели либо какие-то кафешки и уже упирается у нас санья бэй непосредственно в гору которая называется олень повернул голову здесь парк вы сюда приезжаете в парк и вот таким вот образом вот таким вот образом мы с вами поднимаемся на самую верхушку горы и отсюда уже осматриваем непосредственно достопримечательности города санья итак начинаем с того как мы приехали в отель номер снимаю ночью потом снимаю днем потом снимаю отель потом завтрак отеля и в общем то снимаю то что нам про него рассказывает гастролейшн отель ховард джонсон номер предполагаем что стандарт нас только заселили в номере у нас имеется две кровати полуторные есть кондиционер здесь климат контроль имеется софа журнальный столик обеденный телевизор имеется мини-бар мини-бар пустой работает здесь у нас набор дополнительных принадлежностей заказ стирки и так далее имеется тапочки чайный набор кофе чая я не вижу здесь этого нету зато у нас есть что-то подобие шкафа у нас есть кофе чайный набор у нас имеется стаканчики шкафу халаты сейф в отеле имеется бесплатный вай фай ванная комната у нас душ туалет вот такого формата умывальник полотенечка и имеется еще и ванная все это за стеклом сейчас это модно закрывается шторкой полотенце в номере имеется балкон балкон из балкона у нас открывается вот такой вот потрясающий вид на бассейны надеюсь вам видно и на ресторан на территорию я завтра днем сниму полностью как смотрится это все выглядит номер вот таким вот образом видно вам да все супер все очень красиво и очень культурно очень цивилизованно вид из номера отеля Ховард Джонсон Санья не правда ли круто вот так вот выглядят балконы номеров с видом на море а вот это вот домики виллы про которые я говорил которые я снимал вот эти виллы соответственно вид виллах он будет на сад море просто потрясающе спокойно класс отель Ховард Джонсон хайнань регион Санья бэй отель находится на первой береговой линии в отеле имеется банкомат я буду во всех отелях которые посещаю я буду обязательно задавать вопросы про банкомат это важно потому что вам надо будет каким то образом снимать наличные и я хочу сказать что на ресепшн данного отеля очень выгодный курс по обмену долларов на юан поэтому я советую вам не спешить вам гид будет обязательно предлагать разменять доллары не спешите пожалуйста вы спокойно можете это обменять на ресепшн и отеля курс у гида был 690 курс который давали непосредственно на ресепшн был 715 поэтому как видите я бы сказал даже выгоднее менять доллары непосредственно в отеле сейчас мы находимся в главном здании я так его обойду видится места для романтического ужина вечером хорошо здесь посидеть отель красиво подсвечивается реально очень симпатично все и В приотеле имеется бар, сейчас рано утром, не работает, в настоящий момент на улице 6 утра. В отеле несколько бассейнов. Четыре ресторана, есть все типы питания. Насчет полуинклюзива я уточню, с нами будет общаться гид, рассказывать нам про отель будут. Поэтому моменты по типам питания я расскажу, но то, что завтрак есть, обед есть и ужин есть, это однозначно. Так, детская площадка, посмотрите как она выглядит. Так, детская площадка. Залезем сюда. Посмотрите, очень культурно и очень все аккуратно. Есть детские вот такие всякие штучки, горочки, лазалки. Вообще очень прикольно все для детей сделано. Пока ваши детки здесь играются, вы можете посидеть на скамеечке, отдохнуть, либо даже поваляться на гамаке. Сделано очень симпатично. Тут же есть бассейн. Можно покупаться в бассейне. Всякие лазалки. Для детей. Целый такой городок, да? Смотрите, всякие вот эти штучки. Я пролезу здесь. Бассейн. Ну, я хочу сказать, что может быть это бассейн не совсем для купания. Может они его что-то тут не дочистили, но падает много всякого мусора с деревьев, с пальм. Возможно, утром они начнут это очищать. Но пока вот есть с идеальной такой вот чистоты. В бассейне, конечно же, я не наблюдаю. И вот это бассейн скорее всего для самых маленьких, потому что глубина у него очень маленькая. Я думаю, что они его стравили сейчас для того, чтобы почистить. Потому что, видите, воды мало. Подразумевает вон метр двадцать глубиной водоем. В отеле как в саду. Ну, реально очень красиво. Отдельным образом я хочу отметить размещение в этом отеле. В отеле имеется размещение как в основном корпусе, так и в виллах. Вот смотрите, если мы смотрим сюда, вот он, основной корпус. Вот он. Вот. И вот таким вот форматом по отелю раскиданы виллы. Соответственно, у нас есть три категории номеров с видом на город, с видом на сад. Сад это будет вот такой вот вид. И, соответственно, номера с видом на море. Вот еще один бассейн. Здесь уже купаются посетители. Вот этот наполненный. И здесь, конечно же, водичка чистенькая. Да, скорее всего, что стравили там воздух. Воду для того, чтобы почистить. Воду для того, чтобы почистить. Воду для того, чтобы почистить, чтобы почистить. я пройдусь в отелю знаете природа просто потрясающе реально ну настолько мега красиво все я вот честно говоря где бы ни был но вот такой вот именно красоты я не встречал и вот именно такая ухоженность все просто вылизано все мега мега шикарно я уже вижу спереди такой очень экзотический пруд хочу туда подойти все виллы кстати огороженные и тоже там живут люди гости отеля ценовую категорию вилл я не знаю я узнаю по приезду я просмотрю сколько что стоит будем вам бросать давать предложение что хотят наши туроператоры за этот отель посмотрите насколько красивый пруд здесь растут лотосы на шри-ланке вот эти вот пруды конечно это было бы для них что-то потрясающее это прямо такой вот пруд прямо на территории отеля находится пляж отеля городской муниципальный все пляжи в саньяне муниципальные в китае на хайнане также как и на шри-ланке поэтому есть переход дорога которая отделяет пляж отеля вот непосредственно территории отеля она присутствует и проход туда вот по такому подземному переходу проход на пляж так мы сейчас пройдем так 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 Да, красиво, супер просто, насколько потрясающе здесь море. Классики. море ласковое пляжи огорожены буйками чтобы люди далеко не заплывали люди купаются, плавают делают селфи пляжи очень облагороженные пляжи бескрайние напоминаю, что это напоминаю, что это Санья Бэй мы находимся на пляже напротив нашего отеля на пляже имеются спасатели и конечно есть минусы в таких вот пляжах из-за того, что вот это будет бегать цепляться со своими бусами еще чем-то вот достаточно быстро она увидела, что мне ее бусы не нужны и пошла себе все и вот переход на территорию отеля китайцы народ спортивный по утрам развит бегать дня, спорт бегают кстати, очень доброжелательный народ на остановках номера автобусов 8, 8 8, 8 остановки огорожены перилами Завтрак в отеле Подается Хутипу шведский стол Гренки Колосаны Джены Булочки Запахи, конечно, измельченные Рис Китайская лапша Медора Сиски Танковка Наверное Начина Груза Буряк Запеканка Мед Шоколад Здесь Вареные яйца И уже жареные яйца Танковка 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 А что это? Ну, ням-ням Это что-то такое Лапша Что-то из теста Не знаю что Здесь Рис 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 Курица Курица Наггетсы Здесь что-то надо наливать Что это? Не знаю Будем разбираться Китайцы кушают И так вот выглядит ресторан Ага, вот еще есть с этой стороны Какая-то еда Еды много Здесь у нас мясная нарезка Морская куста Приборы Кофе, чай Круты 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 Ресторан огромный, но знаете, еда очень приличная и очень вкусно все выглядит. Я пойду кушать. Можно уточнить по раннему поселению и позднее выселение? Раннее выселение и позднее заселение. Наоборот. Раннее заселение? Заселение? Если вот приезжают. Заселение обычно сразу. То есть заселяют без вопросов? Конкретно в этот отель обычно заселяют сразу. Независимо от того, когда проплачено. А если у людей поздно самолет? Если заоплачено, продление номера. То есть надо продлять? Это за доплату, да. Если за доплату, то да. И стоимость ужина и обеда? Обед и ужин. Там просто в стране по меню все слушать. Там же шведский стол. Барбекю. Барбекю. Желимые барбекю. Барбекю. Да, да. Барбекю. Это ужин. Это ужин. А обед? А обед по меню. Обед не ешь вену, обед есть только по меню. Только по меню ресторанам. Давайте вот так заорганизироваться. Нам не слышно вообще ничего, что вы там говорите. Ребят, смотрите. По поводу того, где здесь в отеле. Если обедать, то это по меню вы все обедаете. Если ужин, то есть ужин барбекю. Если ужин на одного человека, один человек берет его, это 238 юаней. Если ужин четыре человека заказывают, то это 205. Скидка. А детям? Да, детям. Душа. Одни же 120 сантиметров бесплатно. Вообще дети в Китае считаются не по возрасту, а по росту. Это везде. То есть, если ребенок меньше 120 сантиметров, то он проходит бесплатно. Если от 120 до 140, да? Да. То сколько детских? По половине. По половине. По половине. Половина. Если от 120 до 140, то пол стоимости за барбекю. Анимации здесь никакой нет? Здесь детская комната есть для детей, смотрите. Так, есть детский бассейн, детский клуб, детская площадка есть на территории. В ресторане есть стульчики для ребятишек. Кроватки, коляски по запросу. В меню есть детское меню. А что посылаете детское меню? А это что для них? Детское... Детское... Ну, как как-то, спроси в детское меню, что... Лапша, каша, хлеб. Ну вот-вот-вот такое вот. Короче, нет. Детское питание нет. Максимальная... А меню? А меню? Меню и ню? Сейся. Пляжных полотенцем тоже нет. Да нету его. По-английски. По-китайски и по-английски написано меню. Пляжный полотенцем тоже не дают. Пляжное полотенце. Полотенца возле бассейна дают. Так. У бассейна, полотенца, которое вы берете у бассейна, сними же на пляж. На пляже шезлонги и зонтики есть у этого отеля. А бесплатные или бесплатные? Бесплатные. Для жителей отеля бесплатные. А как хорошо, до Бухты до Дунхай, как далеко отсюда добираться? Есть ли какие-то трансферы отсюда? Трансфера до Бухты до Дунхай нету. Либо такси, либо автобус. А стоимость такси либо автобуса? Такси отсюда до Дунхая будет примерно юаней 40. Примерно. А такси отсюда 5 юаней. Автобус? Автобус, да. Автобус 5 юаней. Смотрите, по поводу того, сразу говорю, что еще есть здесь для взрослых. Здесь есть фитнес-центр, есть тренажерный зал. Так это же есть фитнес-центр. А? Это же есть фитнес-центр. Фитнес-центр это зал для пилатеса, для танцев там и так далее. Это просто называется фитнес-центр. Есть спа, салон красоты. Так, дальше. Есть сауна, массаж, теннисный корт, настольный теннис. Брачка есть. Это платно или бесплатно? Фитнес-центр, тренажерный зал бесплатно, остальное все платно. Все массажи, спа, салоны, центры красоты, теннисные корты, сауна тоже бесплатно. Еще вопрос такой. Я четко по поводу этих блог знаю, что многие отели именно обрабатывают свои пляжи от них. Да, почему они не обрабатывают? Не обрабатывают или нет? Да. Может, если... Спрещанный блог. Хотя, по-моему, салю уже сегодня делаю. Она не знает, что это такое. Саля не лежала. Вот этот отель, ребят, смотрите, они говорят, что вот конкретно этот отель они обрабатывают. Номер стандартный, но у нас же такой же был номер и у нас, правильно? Да. Здесь в номере отсутствует, да? Стекло отсутствует. Вид из номера на дорогу. Вот так вот это выглядит. Ну, вы знаете, дорога как бы закрыта. Да, неприятно жить с видом на дорогу, но все равно здесь она максимально закрыта зеленью, поэтому страдать вы от этого, конечно, не будете. Но, с другой стороны, и не насладитесь красивым видом. В номере имеется также само, имеется мини-бар. Мини-бар при заселении пустой, есть чайный набор. Как часто пополняется вода? Куда? Здесь. Каждый день. Каждый день. Бутылка на человека. Могут ли бесплатно где-то брать эту воду? Бесплатно. На ресепшене. Есть ли мы фейдошей? Есть. 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 Они не могут брать. Только меняется каждый день. Каждый день бутылка на человека. Все. Поехали. Здесь санузел. Санузел точно такой же. Ваня. На дорогу. Выходим. Мы жили точно в дуке. Здесь отличается только вид. По квадратуре он такой же. Здесь вид идет на дорогу. Вот это. Санузел. Давайте виллу посмотрим. Потому что все остальные номера это все одинаковые. Просто виллу пусть покажет и все. Да. Номера я так видела все одинаковые. Просто отличаются. По квадратуре нет. По квадратуре нет. Сейчас. Ждусь пока. Не выключайте. Семейный номер отеля. Так. Санузел. Здесь у нас целая комната. И как-то так странно все это сделано. Здесь у нас душ. Здесь душ. Ага. И в санузел можно попасть с двух дверей. Смотрите. То есть туалет он маленький. Здесь сразу же идет комнатка. То есть в один санузел можно попасть получается сразу же. И отсюда и оттуда. В этой комнатке у нас имеется. На лестничную клетку имеется окошко. В этом семейном номере. Здесь у нас имеется барная стойка. Кухня. И идет гостиная. И еще одна комната. Комната в которой есть свой санузел. Стоит ванная прямо в комнате. В принципе я вам хочу сказать, что смотрится это бомбически. То есть есть отдельный душ. Есть отдельный санузел. Туалет. Телевизор. Вид просто мега потрясающий. Вид с балкона. И здесь огромная такая терраса. Вообще номера классные. Вообще в принципе все номера в этом отеле они очень хорошие. очень достойные качественные номера. Так. Закрою номер. Отель находится в бухте Санья. В бухте Санья есть одна неприятная вещь, которая называется песчаные блохи. Отельер утверждает, что они травят свой пляж от песчаных блох. Треть мне это. Может крем или еще что-то. Наверное. Пляж. Пляжных блок. Блох у этого отеля обрабатывает химическая обработка отеля. То есть их тут нету. Возле этого отеля нету. Их тут нету. Возле этого отеля нету. Здесь конкретно здесь их обрабатывают. Все. Каждый день их там уничтожали? Ну и подведем краткое резюме по поводу отеля Ховард Джонсон. Итак. Отель у нас с вами находится в бухте Санья Бэй. Вот этот отель. Я обращаю ваше внимание на тот факт, что на разных картах может идти абсолютно разное размещение отеля. Карты Китая очень плохо обозначение ставят. Какие у нас с вами здесь имеются достопримечательности и где нам ходить кушать? Если вы посмотрите про Хайнань мое первое видео, которое я сам рассказывал, то ли первая, то ли вторая часть, я рассказывал про кафе Марина. Приезжает трансфер за вами, вас забирают и бесплатно вас везут в кафе. Вы можете покушать. Вот. И вас опять-таки бесплатно привозят обратно. Бухта Санья Бэй. Вот. Основная вся движуха, вот вся такая самая-самая-самая пиковая находится вот здесь. Сюда ехать на автобусе стоит 5 юаней с человека. И ехать примерно минут 30-40 на автобусе. Автобусы, будьте внимательны, ходят до 18.00. И всегда спрашивают, где находится торговый центр Ананас. Торговый центр Ананас находится в бухте Дадунхай. Находится именно вот здесь. Напоминаю, что на побережье бухты Санья Бэй, именно пляжа Санья Бэй, существует такая неприятность, как песчаная блоха. Эта блоха кусает за ноги. Это кусоиды они их называют. Отель Ховард Джонсон свою территорию пляжа травит от этих кусоидов. И кусоиды им никак не достают. Поэтому спокойно в этот отель, вот сюда вот, можно ехать и выбирать себе отдых. Отдых будет отличный. Экскурсионная программа есть везде. По ценам она плюс-минус одинаковая. Поэтому спокойно можем выбирать Ховард Джонсон для размещения и отдыха на Хайнане. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok